Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах бренда Zoologist. Долгое время мне эти ароматы были недоступны, но вот нашла я все-таки бутик, 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 магазин, интернет-магазин, в котором они есть. И я на радостях заказала себе вот тот аромат, о котором давно мечтала, это B, аромат B от Zoologist, их пчела. Я его заказывала вслепую, мне он безумно нравится. Плюс у меня здесь будут еще пробники других ароматов, о которых я вам тоже расскажу свои впечатления, поделюсь с вами. Ну давайте начнем с такого введения, вот это вот B, оформление. Очень красивый бренд, очень красивая у них концепция, связанная с животными, с насекомыми. Вся идет подача через вот этот ассоциативный ряд с живым миром, с насекомыми и с животными пчелка. Здесь идет описание, бренд из Канады. Мне нравится, мне очень нравится упаковка, вот так вы открываете, и там лежит вот этот вот бесподобный красивый флакон. А у пчелы еще был лимитированный выпуск, коробочки были желтые. Конечно, хотелось бы эту желтую, но слушайте, черное тоже, очень красиво. Я заказала его вслепую, не жалею об этом. Люблю мед. Люблю мед, я уже говорила в видео, когда он у меня появился, восторженное видео. До сих пор аромат меня, как сказать, удивляет, покоряет. Его нельзя носить часто, то есть он довольно-таки мощный. Это экстракт парфам, это очень сильная концентрация. Мощный, убийственный, можно даже сказать. Если с ним переборщить, то реально вы ходите как с пчелиным гнездом на голове, и у вас там все внутри жужжит, и плавится вообще мозг от этой медовости. Но, тем не менее, если его дозировано, если его по чуть-чуть наносить, то он вас будет просто пьянить. Пьянящий аромат меда, цветочной пыльцы. Ну вот вся вот эта атрибутика королевства пчелиного во главе вот с этой красавицей пчелой. Очень красивый флакон, очень тяжелый, крышка кожаная, вот с таким вот лого. Мне безумно нравится. Я говорила уже в предыдущем видео, аромат стойкий, аромат шлейфовый, аромат напористый, аромат медовый. Если вы любите мед, обязательно его попробуйте, потому что медовее аромата я еще не находила, не встречала. Главная дозировка. Главная дозировка, и как я уже говорила в предыдущем видео, но повторюсь, не наносить его на волосы. То есть, если вы его нанесли на волосы, он с вами будет постоянный, он вас может просто нервировать. Он такой немножечко надоедливый, потому что в течение всего вот своего, он, как это говорится, линейный. Вот он линейный, он раскрывается, вот у него нет прям какого-то сильного раскрытия. Вот как вот в начале он чуть-чуть таким горелым медом пахнет, как будто вот его подожгли, вот что-то такое с горечью. А потом вот все развивается вот в одном ключе, практически не развивается. Все, сладость, 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 медовость, пыльцовость. Все, но красиво, очень красиво. Давайте перейдем к пробникам. Я с этим ароматом заказала два пробника, и потом еще они мне прислали три пробника из магазина, в котором я заказывала. Не буду говорить, какие пробники, я буду вот по ходу дела про каждый рассказывать. Ну, давайте начнем. Вот у меня он взялся с соловья. Нежно-розовая жидкость такая красивая. Здесь пробники были на один миллилитр, но два раза я пшикнула. Мне этого хватило, честно. Ароматы очень концентрированные, поэтому вам вообще не нужно очень много заказывать. Напробуй их, да, если вдруг надумаете. Соловей. Соловья я тоже хотела бабахнуть и купить вот вслепую. Почему? Потому что, если в пчеле мне нравится мед, это объяснимо, то в соловье мне очень нравится картинка, как он нарисован. Вот этот японский, красивый, тонкий. Ну, очень красивая картинка. Я сюда все вставлю. И жидкость розовая. Ну, вот, 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 красиво. Красиво. И я вот прям подумала, что, ну, это должно быть что-то такое невероятное, притягательное, ну, просто гениальное, что как же без этого жить. Но не заказала, заказала пробник, молодец. А что про аромат? Это цветочный шипр. Вот знаете, из пробирки, вот из этого, из пульверизатора пахнет очень хорошо. Пахнет прекрасно. И когда он у меня пришел, отстоялся, я его вдохнула и подумала, все, надо заказывать, надо заказывать. Но принесла на себя. Походила буквально пять минут. И еще через пять минут смыла. Просто бежала, смывала, но он не смываемый, он все-таки остался. А потом я еще раз его наносила на бумажку. Ну, в общем, неважно, что в нем, вот меня как-то, ну, не то что оттолкнуло. Вот реально аромат меня сильно очень оттолкнул, на физическом даже каком-то уровне. Очень красивая здесь вишня. Вот знаете, цветущая сакура даже. Роза такая вот где-то там, даже не роза, а вот что-то такое сладкое, розовое варенье, да, из лепестков роз. А все так вот прям, вот, вот, притягательно. И дребезжащая нота лака для ногтей. Вот реально, ребят, я такого еще никогда не встречала. Зачем? Зачем она там есть? Может быть, я ее как-то чувствую. Может быть, ее больше никто не чувствует. Но она, ну, реально вот настолько въедливая. Если вот вы ее почувствовали, то все, вы потом не можете отделаться от этой мысли. Ярко-красный, даже, может быть, фуксиевый лак для ногтей. А соловей этот на самом деле, вот на картинке нарисована такая вот прям идиллия. На самом деле это такая вот якудза. Соловей японский якудза, который такой вот, у него характер убийцы. А вот этот вот красный лак. Я не знаю, я не знаю, что такое. Все бы хорошо, но вот если бы не было этого красного лака, я вот честно. Бесподобная вишня, красивое раскрытие, красивый цветочный шипр. Ну, что еще можно хотеть? Не пошел. Не пошел, соловей не пошел. Я вот вам говорю, у меня вот прям отторжение случилось на физическом уровне, к сожалению. Панда. Вот панда мне невероятно понравилась. Знаете, после панду я пробовала не вторым, а через какие-то там... После некоторых я боялась уже наносить аромат на кожу и стала наносить его все-таки на бумажку. Потому что ароматы зоологист, они какие-то невероятно въедливые. И если вдруг вам аромат не нравится, спустя там 20 минут, то вы от него все равно не оделаетесь. Он будет у вас дребезжать в мозгу. Даже после того, как вы помоетесь, 500 раз руку помоете, сходите в душ, там, я не знаю. Будет дребезжать. Панда не такая. Панду сразу захотелось нанести именно на кожу. Она прекрасная. Она такая, вот знаете, очень отличается от всех ароматов, которые у меня сейчас здесь есть. Зеленая. Зеленая нота хрустящего зеленого яблока. С примесью, знаете, аромата земли. Такой, вот знаете, прям вот такой хороший, черный такой вот земли после такого тропического ливня. Вот такая вот свежо-хрустящая композиция. Я не знаю, там может быть бамбук, я не знаю, что там еще. Но в общем зелень. Аромат зелени. Аромат зелени, аромат земли. Аромат какого-то такого, вот прям, знаете, позитивного умиротворения. Аромат какой-то вот йоги. Ну вот что-то такое в нем есть. В нем хочется жить, в нем хочется гулять, в нем хочется дышать, в нем хочется идти к океану, в нем хочется, ну реально в нем хочется вот прям проживать, прожигать свои дни, наполнять их вот чем-то в компании с пандой. Бесподобный, бесподобный в конце, ну не в конце, в базе, в базе уходит в амбру. Не знаю, есть там амбра или нет, но в амбру, в такую вот прям невероятно уютную. Опять-таки зеленые ноты никуда от нас не уходят, они остаются, но вот эта вот амбра, она аромат немножко так облагораживает. Облагораживает, облагораживает, хороший. Сразу хочу сказать, все ароматы бренда очень стойкие и нужно совсем немножко для прям эффекта колоссального, то есть ну два микроспрея достаточно. Так, следующий будет соловей калибри, калибри, соловей был, калибри, по-моему, там такая зеленая жидкость, я вставляю, да, фотофлаконов, вы не ошибетесь. Калибри, калибри у меня были огромные ставки, нет не ставки, на калибри я возлагала большие надежды, но калибри меня отпугнул еще больше, чем соловей. И вот где искать мед, так это в калибри. Он там какой-то вот просто вот, наверное, надо было наоборот их поменять местами, но хорошо, что не поменяли, потому что пчела мне нравится намного больше. Здесь, значит, у нас очень медовый аромат, невероятно медовый фруктовый аромат. Вот фрукты здесь в каком-то просто грандиозном количестве, причем часть из них уже перезрелая, часть из них уже такая потухшая, особенно, ну, может быть, я ошибаюсь, манго, если там есть манго, я не знаю. Манго, персики, вот, которые вот дают вот именно вот эту такую слизковатую тухлятинку фруктовую. Это неплохо, это на любителя. Я, честно говоря, пас в сочетании с медом, в сочетании с какими-то вот прям реально кондитерскими нотами, вот это вот все, ну, может реально убить, мне кажется. Потому что, ну, очень это сладко, это невероятно десертно, невероятно сладко, то есть тут у нас и мед, тут у нас какой-то наверняка типа десерт, ну, какая-то вот супер сладость, что вот там можно, ну, видите, макаронс или меренга, или сахарная вата, вот прям вот такой вот зубодробительный сахар, здравствуй, кариес, вот что-то такое. И вот эти вот потухшие фрукты не смогла, не смогла, смывала, два раза ходила в душ, реально, ребят, реально, вот такая вот малышка меня просто вот так. Абсолютно не моя тема, знаю, многим нравится и соловей, и калибри, но вот я, видимо, чувствую там что-то такое, ну, слушайте, всем нравится невозможно. Так, следующий бивер, мне очень хотелось попробовать бобра, бобер, бивер, я думала, что там будет вот эта вот нота, животная, животная нота, вот это все, как это называют, котики, кошачьи лотки и так далее, мне было дико интересно. По факту это кожано-мускусный какой-то акватический свежак. Я не поняла, не поняла, почему это бобер, но может быть бобер он так и пахнет, я бобров не нюхала, не знаю. Ну, я вот думала, что-то будет такое вот у него там из-под хвоста, ну, вот эти вот все штуки, знаете, выделения. Ну, нет, нет, этого нам сюда не налили, не положили. Это вот я говорю, акватика, очень такая свежая, красивая, несоленая, кожа очень такая тоже вычищенная, чуть ли там с утюгом не выглаженная, не прокопеченная, с хлором, знаете, вот что-то такое вот прям очень чистое. И мускус, мускус вот прям вот хрустящий, свежайший, чистейший, то есть никаких животных нот здесь вообще нет. Даже вот я сейчас вдыхаю, есть какая-то порошковость у этого аромата, бивер. Вот такая реакция, наверное, он будет невероятно красив на летнее время года. С другой стороны, кожный аромат в летнее время года я не очень представляю себе, как носить. Но вот какой-то вот он такой непонятный, мне показался абсолютно странный, сочетание несочетаемого. И последний тестер, который у меня есть, вы мне потом напишите, какие еще, может быть, заказать. Это сквид. Сквид, кто это у нас? Осьминог. Осьминог? Да, осьминог. Нет, октопус, осьминог. А сквид это, ну, сквид, короче. Синяя, вот такая синяя красивая жидкость. Я знаю, этот аромат занял какие-то призы и так далее. Неплохой аромат. Я вот его, кстати, очень хотела заказать, потому что мне показалось... Ну, я люблю вот эту вот соленую морскую подводную тематику. Да, вот Баффорд у меня, Фаттанфайв и Ортапаризи у них там вот эта морская. А здесь это чернила, это соленые водоросли. Знаете, такие бывают, продаются в корейских, в японских магазинах, чипсы из водорослей. Вот в таких упаковочках, такие листики нарезанные, вот они вот. Вот ими пахнет. Пахнет вот какими-то специями, которыми их приправляют. Вот этим хрустом, чернилами, размокшей вот бумагой пахнет. Неплохой аромат, много в нем амбры. И вот сочетание амбры и вот с этими водорослями, соль. Ну вот как-то вот все вместе, очень прикольно смотрится, не смотрится, слышится и носится. Но меня немножечко огорчил старт красивый. Старт красивый, но вот он как-то очень быстро проходит, замыливается, не боюсь этого слова. И остается реально рисовая бумага. Я одно время рисовала, делала графику на рисовой бумаге, и она вот такой имеет запах. А если на нее капнуть много воды, и давайте представим воображение морской воды, соленой воды, вот будет вот такой запах. И вот через какое-то время, наверное, через час, минут даже через сорок, остается только запах вот этой вот размокшей бумаги. Все. Никакой амбры, никакой, никакого там, никаких каракатиц, ничего абсолютно не выходит. Вот очень странная база у аромата бумажная. Вот правда. Вот я сейчас его нюхаю даже, я вот прям уже чувствую, как он вот пахнет вот этой бумагой. То есть вот когда вот он начинается, он просто восхитительный. А потом что-то все так съезжает непонятно куда. Вот такие у меня ассоциации с ароматами Zoologist. Там у них еще я очень хочу попробовать макаку. Хочу попробовать у них Panda. Вот, кстати, у них, по-моему, последний аромат, да? Хочу попробовать у них Bat, летучую мышь. Ну, летучая мышь. Мне сказали, там какая-то переформулировка была, и что старую формулу уже не достать, а новая типа фигня. Поэтому я и не стала заказывать. Потом, кто там у них еще? Верблюд. Слон. Слона я не заказала, потому что там кокос. Кокос я вообще не люблю. В ароматах как-то вот прям вообще не мое. Поэтому не стала заказывать слона. Ну, вдруг у кого-то есть слон. Расскажите, как он вам. Ну, вот какие-то такие у меня ассоциации двоякие, знаете. Вот у меня есть пчела, я ей довольна. Вот какие-то из этих ароматов Panda, да, Panda классная. Ну, я тоже не знаю. Может быть, она вот как-то потом надоест. Ну, поживем, увидим. Все. Пишите, что вы думаете об этом бренде. С какими ароматами знакомы. Может быть, у вас какие-то ароматы есть. Может быть, вы любите ароматы, которые мне особо не полюбились. Why not? Ну, сто процентов так и есть, собственно. Чем они вам нравятся, чем они вас цепляют. Всегда интересно с вами говорить, беседовать онлайн в комментариях. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока.